Приглашаю всех в мир цветных рисунков. Пришла осень и принесла осеннюю красоту. И поэтому мы сегодня нарисуем красивые, яркие, красочные осенние листья. Пришла осень и сейчас столько много красивых осенних листов. Мы сейчас их нарисуем. Для начала сделаем эскиз. Нарисуем несколько листов. Центральная часть. Такой вот край резной. Можно показать. Такие кленовые листы, наверное, да? Какие листы? Вы можете собрать листы и сами попробовать их нарисовать. Сейчас мы просто попробуем нарисовать такие листы, которые мы помним из нашей памяти. Еще один лист. Центральная часть. Здесь такие прожилки и выступающие части. Он ушел туда, этот лист. Под другой лист. Еще один вниз нарисуем лист. Тоже центральная часть. Прожилки. И сама форма листа. Будет вот такая неровная. Вот такие три листа. Сейчас мы возьмем желтый карандаш и сделаем базовую штриховку. Давайте начнем с этого. Вначале я сейчас с отрулинии, которые у меня случайно вышли. Не надо, чтобы они здесь были. И теперь желтым карандашом, сейчас ликонечко, очень легко, даю такую базовую штриховку. Мы сейчас тренируемся рисовать осенние листы. Начнем с этого верхнего листа. Теперь возьмем красный карандаш. Листы наши осенние уже покраснели. Вот где прожилки, мы даем пространство непрокрашенное. А дальше прокрашиваем. Можем показать много прожилок. Ну, побольше, по крайней мере, не столько, сколько я показала. Видите, как красиво, когда мы оставляем непрокрашенное место. Теперь центральная часть тоже проведем красный цвет. Красным цветом. И не прокрасим. Вот какой красивый лист сразу получается. То же самое здесь проведем. Добавим здесь вот прожилку. И ее не прокрашиваем. Вот один красный лист у нас уже почти получился. Теперь можно взять темно-красный карандаш. Вот у меня такой даже темно-сиреневый. Я сейчас очень аккуратно обведу весь лист. Делая такие резные края. Сразу осенний лист у нас получился. Теперь можно взять, чуть-чуть добавить. То он потемнее рядом с центральной прожилкой. То есть, возле добавить везде, где прожилки, отходящие прожилки. Как сразу красиво заиграл наш лист. Один лист у нас уже почти готов. Теперь будем работать. Давайте с нижним листом. Берем желтый карандаш. И делаем примерно то же самое, как мы делали до этого. То есть, мы оставляем центральную часть. Рядом с прожилками. Хотя можно желтым все закрасить. Потому что желтый цвет это будет у нас потом. Цвет, который мы не будем прокрашивать, это когда будем добавлять другой цвет. Но все равно я вот оставляю немножко непрокрашенной рядом с прожилками. Теперь я возьму светло-зеленый цвет. А вот сейчас уже точно я проведу линию, оставляя прожилку. Здесь вот можно добавить прожилку. И немножко теперь добавляем штриховку прямо по желтому уже нашей по желтой штриховке. По желтому тону. Эта часть листа еще не успела. Осень еще ее не затронула. Еще такой зеленоватый. Затронула или не полностью еще затронула. А эту часть мы сейчас закрасим оранжевым цветом. Беру оранжевый карандаш. И опять здесь оставляю непрокрашенное рядом с прожилкой. Добавляю прожилки, если я хочу. Все в наших руках. Мы художники. Делаем все, что хотим. Даже если мы не видим этого листа, мы можем его придумать. Можно добавить сюда немножко оранжевый. Возле самой центральной прожилки тоже добавить немножко оранжевый. А здесь добавить немножко зеленый. С этой стороны. Так лист постепенно меняет свою окраску. А теперь возьмем, опять я беру темно-красный карандаш. Можно вообще-то коричневый взять. Берем коричневый карандаш. И обводим вот этот резной лист по все. Все края резные показываем. Вот как у вас рука скользит такими зигзагами, так и делайте. И получается очень красивый, почти настоящий лист. Немножко рядом с прожилкой. Здесь вот тоже можно пройти, показать потемнее цвет. Так красивее получается. Сразу он такой выпуклый становится. Очень красиво получается. Теперь ножки. Добавляем. И остался у нас еще один лист. Тоже в начале. Дадим желтый тон по всему листу. Теперь возьмем темно вот такой вот цвет сиреневый. И сейчас я обязательно надо оставить непрокрашенное возле центральной прожилки. Возле боковых прожилок. И затем между ними отдаем штрихов. Такой будет более темный цвет у нас. Осенью уже раскрасила этот лист более темный цвет. А вы, если хотите, вы можете его и красный сделать. Осенью много красных листов тоже. Осень очень красивое время года. Такое цветное. Много всяких цветных листьев можно найти и увидеть. В парке, на улице, в лесу. Эту часть я сделаю, наверное, более красную. Не буду делать ее очень темной. Опять не забываем тут центральную часть оставить. Можно сюда красный добавить цвет, чтобы повеселее наш лист. Очень красиво получается у нас. Очень такой осенний, красивый, разноцветный лист. Здесь вот я, пожалуй, где под листом, этим у нас, я здесь, пожалуй, потемнее сделаю. Видите, когда несколько слоев штриховки, штриховка такая однородная, получается глянцевая даже. И теперь возьмем коричневый карандаш и отведем наш весь лист. Покажем его, какой он резной. Если хотите добавить такие острые кончики, тоже добавите. Потом их просто подштриховать можно немножко. И покажем саму ножку листа. И если хотим, мы можем немножко исправить или добавить детали. Вот я беру темно-зеленый карандаш, пройду рядом с центральной прожилкой и можно добавить сюда несколько еще прожилок. Здесь вот вроде не хватает. Можем сюда добавить. Но это не обязательно. Это все улучшения можно делать бесконечно. Но когда мы добавляем много разных цветов, лист как бы оживает. То есть еще видно, что есть еще зеленый цвет, еще осень не прокрасила его до конца. И он такой становится более интересный, красиво окрашенный. А теперь взять можно голубой карандаш и просто добавить немножко задний фон. Фон. Я стараюсь не закрашивать, не попадать на сами листья, которым уже дали красивый цвет. А просто даю такой вот фон. Другой фон. Чтобы наша картина получилась завершенной. Немножко здесь подправлю. Поравляю нарезанную. Ну что, очень красиво у нас получился рисунок. Приходите в гости. Будем рисовать много красивых рисунков. И у нас обязательно все получится. Рисовать легко и весело. Когда вместе.